здравствуйте дорогие мои зрители и подписчики сегодня на повестке дня петрушка знаете вроде бы это такой незатейливый товар и у всех он есть на каждой машине но попозже с полей когда уже посеют тракторной осеялкой а вот такую через рассаду не очень-то многие заморачиваются но я это делаю и ну в общем то выгодно так вот честно говоря пока ни у кого нет есть спрос на эту петрушку и сборы легкие она обычно растет такая вся зелененькая если уже совсем ну такое плохое может быть лето начало лета что жарко мне не полито то вы желте есть какие-то нижние листочки их нужно убирать но в основном это все зелененькое мы ничего не убираем вырываем сразу с корня ставим на резинку и вот такой кучок уже в руках ну товар заслуживает нашего внимания я вам немножко снимала тут опять отрывками может где-то повторилось простите меня потому что это все без плана без всякого сценария делаю все на ходу вот эту петрушечку мы высадили первый день и даже не успели полить как пошел дождь и вот это осталось у меня полито просто дождем в общем то она и не полегла так знаете когда прибиваешь и такой даже насадкой она листочки прибивается к земле а дождик он идет аккуратненько вот так осталось я даже не стала ее трогать пусть она так и растет похолодало у нас но цветут сады это всегда идет похолодание но пленка за никакой даже агроволокном ничем закрывать не буду вот в этом году решила так даже если какой-то минус все равно петрушечка выдержит но мы надеемся надеемся что будет все хорошо завтра планируем высаживать рассаду петрушки на огород немножко переросла рассада потянулась немножко но петрушка такая культура она или всходит хорошо или не сходит и поэтому я погуще старалась и хоккей ну вот так она зашла вот так она и я ее перед высоски все время поливали вот так я и положила всю в одну сторону чтобы не легче было подняться посмотрим завтра утром поднимется она или нет в общем то это не имеет такого большого значения потому что все но завтра мы будем искать выбирать и высаживать на поле я покажу вам хотя и вы уже это видели постоянные мои зрители и подписчики ну покажу еще раз просто я думаю навряд ли я на будущий год буду работать поэтому указываю сроки когда я сеяла рассаду когда я высаживаю на огород вот примерно кого-то если вдруг заинтересует этот опыт ну вот так поливаю поливаю теплой водой хотя я могу холодной полить но думаю ладно пусть она постоит еще один день в таких тепличных условиях теплицу я не топлю на теплой погоду становилась весна как никогда теплая я помню на своей жизни только одну такую весну потопила я только 10 дней а обычно не ночей вернее обычно я топлю 45-60 ночей но это уже при самых таких плохих условиях но в этом году как-то нам повезло вдруг мало ушло и и вот так растет петрушка даже без отопления безо всякого ночного на одним солнце вот так поливая просто чистой водой без всякого удобрения пока там хватает потом потом уже когда будет на огороде расти я посмотрю нужно ли что-то или нет потому что земля у меня неплохая пока обойдемся без удобрений если бы я вот эту рассаду поливал еще с удобрений представляю какая она бы была а ведь погода могла и не быть такая хорошая правда вот так что пока стоит любая культура меня в рассаде я не удобряю ничем вот перед высадкой надо было придется фосфором но все равно не буду ну вообще-то надо было с фосфором просто у меня большой кубик воды тонна полная и я не могу сейчас просто так взять и всю тонну эту заполнить удобрением ну короче пусть растет так ну вот это я вчера полила а сегодня на утро вот так стала петрушка не совсем в полный рост но все же вот так мы выбираем ее из кассеты на вот такая бывает что разваливается потому что мы же гвоздем там подталкиваем не пальцем там такая у меня кассета но вот этот сам стаканчик у кассеты такой глубокий и дело теперь не помню мне как все два раза всего поливал эту петрушку пока она росла очень хороший стаканчик хотя вот выбрать немножко трудновато проблема но все равно мне нравятся эти стаканчики у нас кассеты на сто четыре ячей подойдем посмотрим и там видимо влага остается они немножко ниже чем это отверстие есть разность разные кассеты и в разная кассета растет петрушку высаживаем самую последнюю всегда из такой массовой посадки и поэтому где остаются свободные места там мы ее и высаживаем здесь прошлом году была мята было очень сорно но как-то после мяты запахали еще раз запахали вот сейчас и вроде бы чисто стало все нормально посмотрим как она будет расти высаживаем петрушку погуще чем например руколу 10 вот такая уже у меня стандартная грядочка метра 15 здесь 10 штучек в ряд 5 с одной стороны 5 с другой сажаем ну и вот обратите внимание на дорожки хотела я вам рассказать знаете некоторые я смотрю что делают грядки вот этой лопатой сделают дорожки это же так трудно мы никогда это не делаем натягиваем шнуры и начинаем ходить вот здесь по дорожке носим рассаду потом пока высаживаем пока ну в общем-то все это делаем и у нас дорожки хорошие такие протоптанные так они остаются петрушку мы могли рассадить за один день но пошел дождь мы выбрали рассаду оставили ее в теплице сами занялись другой работой а рассада ждала сегодня видите какая земля влажная хорошая но все равно я обязательно полью ее сегодня дождя не обещали обязательно ее полью ну чтобы как-то земля больше прижалась к корням вот так и покажу вот на этой грядке как мы поступаем если грядка широкая вот у меня здесь теплица здесь мята и я не могла выбрать какой я хотел размер грядки у меня получилось пошире очень неудобно высаживать дотягиваться руками и я кладу такую ламинатную доску стою на нее и высаживаю сначала серединку потом марина с одной стороны я с другой досаживаем грядочку и тогда уже удобно ну давай марин покажем еще вот я рассаду покажу как выбираем рассаду конечно выбираем из такой кассеты что нужно аккуратненько ну как получается так делаем ну конечно лучше аккуратней гвоздем там поддеваем подбиваем вот так же рассаду и прижимаем ее с двух сторон так раз с боков раз и все очень быстро очень хорошо у нас прямо как сажать отдельная машина здесь вот так а там вот там наша петрушечка не хочу просто соседи снимать наши петрушка вчерашняя я даже ее не поливала потому что пошел дождь а эту петрушку мы высаживали уже сегодня и пришлось поливать видите как она бывает после полива даже с насадкой высадили вот так у дорожки оставила конечно место для цветов вот и будет все так расти руколка там наша уже зеленеет немножко повеселее особенно после дождичка короче работа у нас кипит и у нас осталось только вот это последняя грядочка свободно между теплицами и здесь мы завтра будем высаживать кинзу это последняя такая массовая у нас культура но это будет завтра а пока я с вами прощаюсь до свидания